Накануне в городской администрации состоялся личный прием граждан председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по транспортному и дорожному хозяйству Ильясом Мунировым. Основной целью подобных мероприятий является выявление реакции населения на работу власти, выяснение проблем, требующих решения. Цена по городу в этом году дополнительно вот сейчас еще деньги выделены. Отдельно будут улицы, будут делаться уже не как ямочным ремонтом, а будут делаться сплошную. Вот эту работу сейчас организуют. Вы совершенно правильно сказали о том, что зима очень тяжелая для города Комартово. Очень тяжелая, да. Поэтому я сейчас, мы проведем совещание, сколько необходимо будет техники разберем и что нужно для того, чтобы по крайней мере в зимнее время коммунальные службы могли нормативно содержать дороги, как должно быть. Были обсуждены темы ремонта дорог и определены улицы, наиболее нуждающиеся в реконструкции. В течение месяцев август-сентябрь запланировано отремонтировать более 10 километров дорог в Кумертал. Также на встрече рассмотрели вопросы оформления собственности городских имущественных комплексов. В соответствии с 220-м федеральным законом маршрутной карты город выдал. То есть транспортное обеспечение в надлежащем состоянии сегодня. Мы обсудили вопросы по автовокзалу. Там есть еще моменты, над которыми надо работать. Поэтому с администрацией города совместно будем эти вопросы уже решать. Потому что, чтобы у нас потом не получилось так, что с автовокзала не будет движения по межмуниципальным маршрутам. После завершения приема Ильяс Муниров выслушал доклады присутствующих руководителей по вопросам, связанным с работой дорожно-транспортных служб. На совещании определили участки дорог, на которых будет сделан сплошной ремонт этим летом. Это центральные перекрестки города, путепроводы Пушкина, 60 лет БССР, а также частично улицы Шоссейная и Вокзальная. Конечно же, город чистый. И коммунальные службы работают, дорожные службы тоже работают. Ну, единственное, вот надо сейчас уже поработать по сплошному ремонту.